Сравнение двух колонок, тире часов, тире ночник. Это у нас первая версия JBL Horizon, это JBL Horizon 2. Отличия визуально, конечно, существуют, но по сути это одно и то же устройство. Просто новая модель, хотя она уже тоже, конечно, не новая, она вышла несколько лет назад. Ну, так скажем, не намного, не кардинально отличается от первой версии. Также существуют люди, которые, зная о существовании второй версии, и до сих пор пытаются приобрести, но и покупают именно первую версию, потому что первая версия им нравится больше. Ну, я сразу могу сказать, мне нравится больше вторая версия, не потому что она круче-новее, ну, просто вот мне дизайн такой больше нравится. Первая версия бывает в темном цвете, в черном, и бывает вот в белом, в таком светлом цвете. Вторая версия бывает в сером цвете и бывает в черном цвете. По верхней части вы, наверное, видите много отличий Давайте сразу пройдемся по кнопочкам В первой версии есть одна большая кнопка Она у нас отвечает за включение и выключение функций И также может включать ночник и выключать Дальше у нас кнопка плюс-минус это громкость Первый будильник, второй будильник Кнопочки для FM То есть здесь можно запомнить радиостанции И между ними листать Включение FM радиостанции Кнопка Bluetooth И спящий режим Можно настроить вот этой клавишей Когда у вас это устройство отключится Вторая версия У нас есть также два будильника Они уже находятся на других местах У нас есть кнопочка Включение и выключение функций И у нас громкость уже идет крутилочкой Крутилочка без фиксированного какого-то окончания и начала То есть она у нас просто крутится и крутится Это удобно Дальше кнопочка Bluetooth Кнопочка сканирования Две кнопочки для радиостанций Для настройки и переключения Кнопочка FM И уже сразу есть три клавиши Которые у нас запрограммированы То есть вы можете запрограммировать сюда Свои любимые радиостанции И просто нажатием клавиши Включать их Не ища их частоту вауна Задняя сторона Задняя сторона у нас тоже сильно отличается Если здесь у нас на старой версии Светодиоды только стоят здесь По вот этой вот части По пластиковым стеклышкам А здесь у нас якобы Как будто бы динамик или сабвуфер какой-то В новой версии у нас вся задняя сторона Это светодиодная панель Светит естественно она ярче Но опять же не так ярко Чтобы осветить всю комнату Все таки не забывайте Что это не просто какой-то светильник Это именно ночник Поэтому сильно ярко он светиться не должен Хотя многие обзорщики говорят Что очень плохо светят эти устройства Ну это же ночник еще раз говорю Они не должны освещать всю комнату Все таки если вы хотите осветить всю комнату Ну не знаю покупайте настольную лампу Или что-то на потолок Светильник какой-то Далее В старой версии у нас Два USB порта расположены вот так И они по одному амперу Во второй версии тоже два порта Они уже по другому расположены И уже по 2 ампера Ну я замерял В принципе два выдают Здесь один тоже выдают Переходим к нижней части У нас по середине на той и на той колонке Есть разъемчики Давайте слева направо Первый разъем и там и там Это AUX Они абсолютно одинаковые Дальше идет по серединке у нас Разъем зарядки То есть для блока питания Они несовместимы В новой версии разъем идет крупнее В старой версии он более маленький Далее В правой С правой стороны Крайней правой Это у нас идет Антенна FM Антенны в принципе Они одинаковые Подходят и туда И туда В старой версии Здесь стоит батарейка И здесь есть две клавиши Верхняя клавиша у нас Включает режим настройки часов А это у нас уже корректировка идет Ну допустим Если ваши часы спешат или отстают Новая версия У нас также стоит батарейка под крышечкой Крышки кстати не взаимозаменяемые Но батарейки и там и там 2032 И уже только одна кнопка для настройки часов Видимо здесь провели работу И уже не нужно подводить эти часы Потому что они видимо идут более точно Ну и те и те часы идут точно Вот я пользовался им более месяца И теми и теми И в принципе Ну я бы не сказал что какие-то из них спешат Или отстают Идут более-менее нормально Давайте перейдем к комплектующим Которые идут в комплекте И там идет такой вот проводок Это у нас антенна Блок питания старой версии Блок питания новой Визуально они у нас практически одинаковые Но отличия у нас идут внутри В новой версии Все, больше мы ничего не сможем сделать То есть мы вытащили вот эту деталь И допустим под другую розетку Нужно уже искать другой вот этот вот коннектор В старой версии Сняв вот эту деталь Вы можете использовать сразу В розетках других стран По-моему, Китай, США Кому-то может быть это принципиально По параметрам По параметрам они у нас одинаковые Но нанесение логотипов и данных Немножко отличается Далее Длина провода тоже у нас совпадает Различия идут у нас в штекерах Коннекторах Это старая модель Это новая модель Отличия вы видите В новой версии Он крупнее Штекер Подключили к питанию Колонки у нас заработали Кстати, и та, и та колонка Терри часы В момент включения Кратковременно загорается Задняя панель Сигнализируя о том Что у нас питание подано Может быть не очень хороший угол наклона Но будем так снимать Как вы видите Что здесь у нас цифры и буквы Более яркие Здесь они у нас более тусклые Это не только у вас Но это и в реальной жизни так По толщине Они примерно одинаковые Но информация расположена по-разному То есть здесь у нас Информация идет То есть сами цифры и буквы Они пишутся такие И точек, и с пикселей Здесь же они как бы сразу запрограммированы В сегменты То есть здесь у нас может быть Какая-то дополнительная информация Здесь никакой дополнительной информации У нас не будет Сразу забегая вперед РДС есть только в новой версии колонки В верхней части И там, и там У нас есть такие маленькие точечки Которые За ними спрятан Как его назвать Это даже Из головы выпал Сенсор Который нам помогает Регулировать яркость То есть он не вам помогает А он Самому устройству помогает Регулировать То есть когда у нас Яркий свет в комнате То цифры Буквы у нас светятся ярко Чтобы мы их могли видеть Ночью, когда освещение минимальное То экран у нас Естественно теряет яркость С помощью Этого датчика И в принципе Вы видите Что на экране Но опять же Вас не слепит Не мешает спать Сразу могу сказать Про эту функцию В старой версии Если вы поставите часы Ну и ту, и ту версию Поставите где-то на полметра На метр Может быть на полтора метра То никакой проблемы Не будет и днем И ночью Все будет видно прекрасно Если вы ставите Как в моем случае Часы Где-то метров За три За четыре То что могу сказать Даже в дневное время Старая версия Как-то Сразу могу сказать Что очки я не ношу Зрение у меня хорошее Но вот на старой версии Как-то все Вот эти все надписи Они сливаются И чтобы вот Просто бросить взгляд И сразу понять Что происходит Уже как-то Ну не то что сложновато Но скажем Не очень комфортно По сравнению С новой версией С новой версией Такого нет Если допустим Днем смотрим На часы То мы сразу видим Сколько времени И сразу понимаем Все в ночное время Тоже Бросив взгляд Мы в принципе Тоже видим Информацию лучше Чем на старой версии Но все равно Не очень То есть Мне кажется Что и там И там датчик Освещенности Он немножко Перебарщивает То есть в ночное время Он сильно гасит Подсветку экрана Мне бы хотелось Немножко поярче Но опять же говорю Что даже Если сравнивать Как говорят Из коробки То есть без всяких Дополнений Хотелось бы Может быть Но новая версия Все-таки Читаемость У ней гораздо лучше И днем И ночью Переходим К обратной стороне Мы включили Подсветку И тоже Включили подсветку Видите Что здесь у нас Конечно Это ярче И не стало Выключаться Медленно загасит Переходим К будильникам Здесь мы можем Установить Первый будильник Второй будильник Также можно Включить режим Bluetooth Либо FM Звук мы выключим Также можно Включить режим Когда у нас Колонка Выключится Максимально 90 минут Забыл сказать Еще про Корпус Верхняя часть У нас полностью Не прорезинена Это именно Резина Задняя часть Это пластик Передняя часть Это вставка Видимо Из пластика Или металла Но на нее Нанесен Какой-то бархатистый материал Динамики стоят По бокам В старой версии 10 ватт В новой версии 8 ватт Динамики стоят На том же самом месте По звучанию Я бы не сказал Что какая-то из них Звучит лучше Или хуже Примерно Они звучат Одинаково Переходим К новой версии Звук выключаем Здесь гораздо удобнее Выключать звук И смотрим Что у нас есть По функциям У нас тоже есть Будильник Первый И будильник Второй Можно настроить И радиостанции Или просто Какую-то мелодию И вот мы видим У нас есть РДС В старой версии РДС Нет Что такое РДС Это дополнительная Индикация На экране От радиостанции То есть реклама Либо какая-то Информация О текущей песне Которая у нас Сейчас звучит Также мы можем Переключиться На блютуз Либо Это выключить По радиостанциям Можно сразу Здесь переключать В старой версии Между радиостанциями Мы можем переключаться Только Вот так Либо Вот этой средней Одной клавишей Пять радиостанции У нас здесь Можно запомнить Но переключаюсь Единственное Что одной кнопочкой Кому-то Может быть Это будет неудобно В новой же версии У нас сразу Встроено Три клавиши Ну и Завершая Сравнение Что я могу Сказать Если У меня будет Выбор Допустим Мне еще понадобится Какая-то колонка То я все-таки Выберу Именно Новую версию Может быть Черного цвета Чтобы они отличались Старую версию Я не выберу Не потому что Я не любитель Чего-то старого Даже если Она будет новая Допустим Где-то там Не знаю Нераспакованная Мне у ней Не нравится Именно отображение Информации На мой взгляд Оно как-то Вот не по моим глазам Я могу так сказать В новой версии Я все понимаю Четко Меня это устраивает Хотя тоже В ночное время Хотелось бы Немножко поярче Но вот в старой версии И ночью Оно как-то тускловато И днем Оно даже не то Что тускловато А как-то Плохо читаемо Хотя Вот еще раз говорю Если вблизи Это колонка будет Тире часы Стоять То никакой Проблемы нет Но вот ставите Ее где-то Три-четыре метра И уже вот С читаемостью Есть какая-то У нас Проблемка Ну в целом Сами колонки Мне понравились То есть Вроде бы Не такое Супер-пупер У них Звучание Потому что Сейчас существует Блютуз колонки У которых 50-60 ватт Но все-таки Это немножко Другое устройство И для других целей Для фонового Звучания В комнате Либо на кухне Этого устройства Хватит за глаза Большего И не надо То есть На максимальную громкость Я даже И никогда Не включал Потому что Соседям буду мешать Зачем мешать Соседям В целом Эти устройства Выполняют Свои функции Кто-то Опять же От этих колонок Требует Чтобы у них Был еще разъем Для Либо флешки Либо для Карты памяти Чтобы можно было Воспроизвать мелодию Не только через Блютуз Или через Радио А и через Ауэкс А именно Чтобы можно было Сразу С носителя читать Но здесь Такого нет Но с этим Я думаю Что можно смириться Потому что Все-таки Устройство Получилось Универсальное И ночник И часы И будильник И Блютуз Колонка По сути Которую не надо Подзаряжать Которая всегда Включена В резетку Ну и Самое главное Для многих Все-таки FM радиостанции Это еще актуально Хотя есть люди Которые говорят Что мне это не надо Я пользуюсь Только смартфоном Ну Пользуйтесь смартфоном Но если вы Хотите что-то дома Послушайте Смартфон у вас Другими целями Занят Что вы будете делать Ничего не будете слушать Здесь взяли По ценам Новые Конечно Вы сейчас Их в магазинах Не купите Ну по крайней мере Новую версию Вы можете Приобрести Но Они сейчас В магазинах Где-то на озоне По-моему Или на другом Маркете Видел Российском Они стоят От 10 тысяч И выше Ну за 10 тысяч Конечно Это дороговато И 10 тысяч Это устройство Явно не стоит Бэушное Слегка бэушное Можно приобрести За 5 тысяч В принципе Ну плюс-минус Это нормальная Адекватная цена Для этого устройства По старой модели Тоже я эту модель Встречал В черном цвете Недавно В каком-то интернет Магазине Российском И за нее За новую В коробке Просили По-моему 9 тысяч Я тоже считаю Что это дороговато В бэушном виде Если вы найдете За 3-4 тысячи То я считаю Что это будет Очень хорошая И полезная покупка Которая прослужит Вам долго Продолжение следует